Здравствуйте! Вы смотрите новости МТРК. В студии работает Александра Солмина. И сейчас коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые пластичные и грациозные. Петропавловские танцоры отличились сразу на двух масштабных творческих фестивалях. И обо всем по порядку. Приехали за лучшей жизнью, а в итоге сидят без работы. 28 переселенцев с юга Казахстана до сих пор нетрудоустроены. Решить проблему и впредь не допускать этого поручил Аким области на аппаратном совещании. Также на встрече обсудили запасы стаб-фонда, противопожарную безопасность и готовность региона к паводкам. Репортаж Жан Слутости Мировой. Начинают совещания с назначением. Руководителем департамента по контролю в сфере образования уже второй раз стал Ирлана Бельдинов. Сменился и главный военком региона. На место Яркембека Байболова пришел Алмаз Тлюханов. Далее главным вопросом заседания Акимата. На повестке дня – переселение на север страны Южан. По плану в этом году регион должен принять 767 семей. В апреле в пяти областях республики североказахстанцы проведут ярмарки-вакансии. Их порядка 1300. А в конце весны привлекать переселенцев выйдут представители всех районов области. Среди них обязательно должны быть работодатели, говорит Кумар Аксакалов. Аким сельский округ должен показать дом, где он будет жить. А работодатель должен сказать, я тебя, слушай, беру сразу на работу. Вот, переезжай, сразу на работу. Будем брать. Так или не так? Да. А то люди же не уверены. Привезут их сюда, оставят опять один на один со своими проблемами. Так не должно. Их обеспечивают работы, оплачивают переезд и в течение года субсидируют расходы на аренду жилья. На север Казахстана жители южных областей страны едут в поисках лучшей жизни. Но не всегда их ожидания оправдываются. На сегодняшний день безработные до сих пор еще 28 человек. Для чего тогда приглашали? Что, значит, местную безработицу разводить, что ли, приглашаем? Большинство, конечно, не имеет образования. И вот это вот сложность вся. Мы сейчас начали их, значит, направлять на профессиональное обучение. Дальше эта работа должна быть продолжена. Потому что 68% по прошлому году у нас не имели технического, значит, профессионального образования. Но такой аргумент глава региона не принял. Зачем они здесь? Кто допустил такое из районов? Зачем сюда привезли, спрашивается? У нас земли достаточно. Хочешь, занимайся огородом? Занимайся. Никаких нет ограничений. Гектарами берите. Дополнительные меры мы разработали. Со всеми сельхозтоваропроизводителями заключили соответствующие договора. С этого года будет действовать новая мера стимулирования работодателей. Тем, кто наймет больше пяти переселенцев, выплатят субсидии. По 450 МРП на каждого. Это больше миллиона тенге. С начала года на смену места жительства решились 50 семей. Еще 290 в раздумьях. Но готовы ли на севере страны к их приезду? Айртауский запланировал для себя 50 семей прием, а вакансий только 38. Ахжарский 62, вакансий 42. То есть вакансий нет, а где наша программа занятости, а где наши дополнительные меры? Почему в этом направлении нет работы? Но положительных примеров больше. Переселенцы успешно работают в сфере образования, здравоохранения, на госслужбе, в сельском хозяйстве. А самые предприимчивые открывают собственное дело. К примеру, в районе Махжана-Жумабаева сформировали СПК по закупу молока. Немало остается вопросов и с противопожарной безопасностью в регионе. Сейчас на особом контроле торгово-развлекательные центры. В 2017 году пожарно-техническим обследованием подверглось 17 объектов данной категории. Было выявлено 70 нарушений требований пожарной безопасности, наложены штрафы на общую сумму более 600 тысяч тенге. После трагедии в Кемерове противопожарная безопасность волнует многих. Североказахстанские спасатели провели уже несколько учений в торгово-развлекательных центрах, детских садах, школах. Жесточайшим образом все проверить. Особое внимание обратить на состояние эвакуационных выходов, работоспособность пожарной сигнализации, состояние электрооборудования, действий персонала, знаний персонала, что нужно делать в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Отчитался Рамиль Камалов и о паводковой ситуации. По его словам, сейчас обстановка стабильная. На подмогу североказахстанским спасателям приехали 44 специалиста с юга страны. В зоне риска все те же районы. Имени Габита Мусрепова, Таиншинский и Айртауски. В последнем больше всего снега. Его высота 14 сантиметров. В остальных в среднем от 5 до 10. По ночам держится минусовая температура и снег вымерзает. Уровень воды в реках и озерах пока в норме. Чего не скажешь о запасах стабфонда. Капуста и морковь закончились, сообщила руководитель управления предпринимательства и туризма Куралай Жарова. В моркови ищем по сельхозкородной уране. По капусте пока не видим. По капусте надо работать с югом. Также стабфонд поднимает цену на картофель. Разница составит 5 тенге. Зато подешевеют крупы. Рис на 20 тенге, гречка на 90. Женцово Тестемирова, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Далее информация от спасателей региона. С 9 по 13 апреля в Североказахстанской области будет тепло и осадки. В связи с этим ожидается интенсивное таяние снега, угроза формирования Талого стока и подъема уровня воды в реках. С 27 марта по 7 апреля уровень воды в Сергеевском водохранилище поднялся на 4 сантиметра, а за последние сутки еще на 3. На сегодня гидроузел заполнен на 91 процент, в запасе еще почти 64 миллиона кубов. Сейчас туда попадают только местные стоки. Вода рек Акмолинской области, которая впадает в Есиль, еще не пришла. Зато Талые воды потапливают частный сектор. Жители окраин Петропавловска готовы достать не то что резиновые сапоги, а даже резиновые лодки, чтобы передвигаться по улицам. Как пережить долгожданную весну в сюжете Дарьи Пашмынцевой. Пришла весна, а вместе с ней и вода. К сожалению, некоторые улицы нашего города выглядят приблизительно так. Пройти здесь можно исключительно в резиновых сапогах. Это район Подгоры. Тротуары по улице Смирнова напоминают совсем не городские. Пятый год жители этих домов страдают от приходящей воды. Она заливает погреба и дворы. Жительница этой улицы Ирина Куприянова растеряна и не знает, что ей делать. Мы писали заявления, мы обращались в Акиматы везде. Никто нам толком ничего не объясняет. Все эти заявления нашим мертвым грузом лежат и никакого толку от этого нет. Никто нам ничего не ложит, никто нам ничего не делает. Мы как плавали, так мы и плаваем из года в год. Два года назад Айгуль Матина, как и другие жители этой улицы, самостоятельно боролась с талыми водами. Чтобы она не шла во дворы, засыпали тротуар залой. Наложили на нас административный штраф. Мы его выплатили, так как центр города и мусорить нельзя. Но при этом они не засыпают ни щебнем, ничем. Получается, размывает из года в год это все. Осадков здесь боятся. Даже после небольшого дождя этот район превращается в Венецию. Сегодня жители с улицы Смирнова обратились за помощью в городской филиал Нуратана. Уже к обеду приехали специалисты очистных, водоотводных и водопропускных сооружений и решили проблему. Специалисты предприятия ведут работу по откачке, пробивке и осушению арыков. Всего здесь шесть аварийных бригад. Четыре трудятся днем, две ночью. На сегодняшний день более тысячи заявок. Практически отработаны на 90%, но таких чрезвычайных ситуаций никаких нет. То есть отрабатываем оперативно от меры поступления. Такую ситуацию предвидели еще зимой. Снега было мало, земля промерзла на полтора метра. И сейчас с наступлением тепла от алой воде просто некуда идти. И она стоит на тротуарах, дорогах и затапливает дворы в частном секторе. В отделе внутренних дел Мамлюцкого района состоялась встреча полицейских с владельцами кафе и магазинов. Кражи, разбой, интернет-мошенничество. Им подробно рассказали о самых распространенных в сельской местности преступлениях и способах их совершения. По мнению полицейских, общими усилиями можно эффективно бороться с преступностью. И такие мероприятия очень действенны. Всего в Мамлюцком районе установлено свыше 300 камер, 32 из которых в городе. Изображения с них поступают в дежурную часть райотдела. Помимо сил правопорядка, в Мамлюцке открывают свой филиал агентства «Намыс». Женебек Кинжибаев подробно рассказал предпринимателям о преимуществах сотрудничества с охранными организациями и о том, как они будут работать с органами внутренних дел. Мобильная группа в числе трех человек. Это водители и два бойца. Данная группа будет здесь дежурить круглосуточно. Каждый объект, думаю, здесь индивидуальный предприниматель будет взять под охрану. Оснащены пожарные сигнализации, тревожные охраны, видеонаблюдения. Данные всей видеонаблюдения и средства пожарной сигнализации будут выведены на пульт 102. 7 апреля в календаре отмечено как День мужества. 23 года назад на таджикско-афганской границе советские солдаты дали бой маджахедам. Они напали на колонну сводной казахстанской роты в Пшихаврском ущелье. В этот день во всех институтах национальной гвардии Казахстана вспоминают погибших солдат. Илья Кудряков расскажет подробнее. Для вооруженных сил Казахстана 7 апреля записано как трагическая дата. Прошло уже 23 года со дня, когда на таджикско-афганской границе казахстанский батальон вступил в смертельный бой с маджахедами. Тогда погибли 17 наших бойцов, а 33 получили тяжелые ранения. Многим солдатам не было и 20 лет. В память об их подвиге в Казахстане 7 апреля отмечается как День мужества. Впервые вооруженные силы Республики Казахстан, внутренних войск, понесли такие огромные потери в этом неравном бою. Память о прошедшем, о погибших воинах нужна живым как напоминание, что подобные трагедии не случались впредь. На плацу собрался весь личный состав военного института. Курсанты почтили память павших бойцов. Всего за время миротворческой операции с 1993 по 2001 годы больше 10 тысяч казахстанцев стояли на защите южных рубежей. Погибли около полусотни военных нашей страны, многие получили ранения. Каждый год военнослужащие вспоминают о нерешимых принципах и воинской чести. Мы личный состав курсантов военного института, да и все военнослужащие Национальной гвардии Республики Казахстан помнят о своих героях. Как говорится, без прошлого нет будущего. Мы будем помнить, мы будем гордиться 17 героями и стараемся не подводить их. Имена и фамилии погибших высечены на памятных мемориалах во всех частях внутренних войск страны. В их честь называют улицы и школы в родных городах и аулах. Илья Кудряков, Адиль Нуржанов, Новости МТРК. Готовься они летом, а сельхозтехнику ранней весной. Этого правила придерживаются в товариществе АКЖЕР-2010. Пассивные комплексы МТЗ, легковые авто. В поля выйдет 81 единица. Большинство уже ждет начала пассивной. Отремонтировать нужно только 4 машины. Еще постоит на станции и этот КАМАЗ. Водитель Михаил Клюшников своего железного коня приводит в порядок уже около месяца. Зарядить аккумулятор, обновить кузов. В строю большегрузный транспорт будет уже через несколько дней. Варим кузов, еще не доделали. Ну, тут еще осталось по мелочи. Ну, как, вот, мотор тоже перебирали полностью. Прокачиваю солярку вообще, чтобы это завести и перегнать его на другую сторону у нас. Вот, сейчас пытаемся. Предприятию чуть больше года, потому и техника почти вся новая. К примеру, эти два пассивных комплекса. Они канадского производства. Таких в стране единицы. Посему комплекс 18 метров полностью с дополнительными дисками для внесения удобрений. Бочки таких тоже нет. Бочка универсальная идет. У нее идет уже дистанционный доступ. Ну, новейшие, как бы, производители. И плюс мы закупили к ним два джона, джандеры. На гусеницах. Ну, таких в Казахстане еще нет. Вот, ждем где-то к часу десятому. Они должны до нас уже доехать. На такую технику потратили 470 миллионов тенге. Обновили не только сельхозпарк. В прошлом году здесь отремонтировали машино-тракторную станцию, построили новый зерноток и восстановили склады. Скоро на предприятии будут и другие перемены. В хозяйстве планируют заниматься животноводством. А пока все силы на подготовку к посевной. Пристальное внимание семенам. Это залог хорошего урожая, говорят аграрии. Горох, чечевица, рожь, пшеница. Закупили больше 100 тонн элитных сортов. В следующем году планируют полностью перейти на эту категорию. Приобретают в основном в России и у местных производителей. Сорта Боевчанка, Павелосибирская. Ну, также вот у нас уже известна Омская. Омская корица 6, корица 8. Как бы больше, пока к ним больше расположены. По чечевице, пока здесь наша, у нас как бы в Казахстане чечевица сеет ее много, но качественных семян пока мало. Сейчас также мы закупаем элитные семена нута. Это дорогостоящая. А потому засеют пока небольшую площадь, рассказывает Александр Хитров. Порядка 50 гектаров. Общая территория почти 14 тысяч. Удобрения, химия и ГСМ. Об этом здесь тоже позаботились. И уже через месяц, если погода позволит, начнут сеять. Достойная зарплата и общежитие. На условия работники не жалуются. Во время посевной и уборочной на полях Акжир-2010 трудится порядка 90 человек. Постоянный штат 60 сотрудников. Александра Салмина, Желдузбек Ермуканов, Новости МТРК. Создать стартап-проект, защитить его и выйти на международный рынок. Фонд первого президента запустил программу SmartJolet. Сейчас бизнес-тренеры ездят по всей стране в поиске креативных идей. Сначала отберут 20, затем 5 самых перспективных проектов, которые будут представлены на технологической конференции в Сингапуре. Не оставили без внимания Североказахстанскую область. Есть ли в нашем регионе оригинальные бизнес-идеи, расскажет Айгири Мукашева. В ВУЗе собрались студенты университета, колледжа и даже школьники. 11-классник Ренат Исиралиев свой бизнес-план уже разработал и даже нашел инвесторов. Его проект связан со сферой услуг. Я участвую в проекте стартапа «Шахмин Норманым», являюсь четвертьфиналистом. Об этом проекте я узнал через организаторов проекта «Мин Норманым». Хочу поехать в Сингапур, получить новые знания, новые возможности. А студентка из КГУ Сандухаш Садыку бизнесом заинтересовалась недавно. Этот семинар поможет ей поверить в себя и вдохновить на создание собственного бизнеса. Уверена будущий филолог-казаховед. Такие курсы – это уникальная возможность для молодых людей проявить себя и развить свой потенциал. Занятие еще не закончилось, но я уже почувствовала вдохновение. Стала увереннее в себе, и у меня появилась идея бизнес-проекта. Спасибо за это организаторам. Но недостаточно просто создать проект. Нужно доказать его актуальность и значимость. Только так можно привлечь инвесторов и потенциальных клиентов, рассказывает Алина Исаханова. В наш регион она приехала из столицы, чтобы мотивировать будущих АКУ бизнеса и раскрыть секреты мастерства. 20 лучших стартап-проектов казахстанских поедут, будут отбираться на финале в городе Астана. Из них 5 победителей поедут в Сингапур. Нет приоритетных направлений по сферам области. Тут единственное, что одно требование – это наличие IT-элементов в стартап-проекте. Накануне такой же бизнес-тренинг провели и для преподавателей из КГУ. Организаторы делают ставку на молодежь. Говорят, их идеи всегда креативны, а проекты востребованы. Айгири Мукашева, Диль Нуржанов, Новости МТРК. А у нас реклама. Не переключайтесь, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Здравствуйте. Что такое в вашем представлении комфортная работа? Удобное рабочее место, кондиционер, кулер с водой. Гибкий рабочий график. Я думаю, это важно. Разнообразная работа. Работа, связанная с путешествием. Ну и хорошая митяник. Наша работа не соответствует запросам о комфорте большинства людей. Никто не мечтает о нашей работе. Но она воплощает в реальность ваши мечты. Жертвуя своими удобствами, мы создаем комфорт для вас. Редактор субтитров А.Семкин И мы продолжаем. Православные всего мира встретили главный праздник церковного календаря – Светлое Христово Воскресенье. В храмах Северного Казахстана в ночь субботы на воскресенье прошла пасхальная служба, на которой побывала и наша съемочная группа. Верующие спешат на пасхальную вечерню в храм Вознесения Господня. Светлое Христово Воскресенье – один из главных праздников в церковном календаре. Эдуард Шаривкулов ежегодную пасхальную службу не пропускает. Ночь под куполом храма, утром завтрак в кругу самых родных. Традиции главного христианского праздника очень любят в его семье. Моя семья готовится, пекет куличи, красит яйца, ну как все семьи православные. Вот большой компанией храм спешит Ольга Рогловская с друзьями и детьми. Пасха – особенный праздник для всех верующих, долгожданный и с добрым смыслом о победе жизни над смертью. Традиции идут от бабушки нашей. Печь куличи, красить яйца, приходить с детьми в храм, помолиться и встретить праздник. Пасхальная служба отличается особой торжественностью. Священнослужители облачаются в праздничные рясы, разливается серебристый колокольный звон. Храм украшен цветами, а прихожане в нарядных одеждах. Богослужение, посвященное главному христианскому празднику, начинается еще в субботу. Священнослужители пока еще в белых одеждах читают молитвы около установленной в храме плащаницы – изображение Иисуса, положенного в гроб. Все это за несколько минут до полуночи, как и поздравления прихожан. Праздник духовного совершенства, праздник духовного перерождения, праздник, когда каждый христианин, оглядываясь назад, пытается убрать из своей души все ненужное, наносное, злое, мешающее духовному возрождению. Поздравить всех православных христиан с праздником от имени главы региона в храм пришел заместитель Акимобласти Аскар Сакипкереев. Все праздники, в основе которых стоят у нас понимание добра, единства, взаимного понимания, это является достоянием прежде всего нашего общества. Буквально недавно мы отпраздновали две недели назад праздник на Урус. Сегодня мы находимся в преддверии Пасхи. Это великое достояние всего нашего казахстанского общества. Первый колокольный звон, звучащий в полночь, оповещает всех верующих о начале праздника. Почти две тысячи лет назад случилось чудо. Отдав жизнь за грехи людей, Иисус Христос воскрес. Поэтому верующие надеются, что этот праздник несет с собой свет и доброту. Крестный ход лишь предваряет основную часть богослужения. Главные слова этой ночи звучат внутри. Это ночная служба только начало празднований. Пост для верующих оконченный стартует пасхальная неделя «Светлая седмица». Но еще 40 дней после Пасхи православные могут приветствовать друг друга словами «Христос воскресе». Ксения Куценко, Рустам Тлюжанов, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Пасхальная радость. Выставка с таким названием открылась в Музее изобразительных искусств. Ее посвятили одному из главных православных праздников. Свои работы представили порядка 200 юных художников. Мои коллеги с подробностями. Аружан Баранкулова занимается живописью пять лет. Больше всего любит изображать городские пейзажи. Говорит, величественные здания и высокие дома ее вдохновляют. На выставке 15-летняя художница представила картину, сделанную из яичной скорлупы. Назвала свое творение «Воскресное утро». «Я раскрашивала яичную скорлупу и выкладывала ее на панно так, чтобы получился рисунок. Это заняло у меня месяц. Работа требовала усидчивости и кропотливого труда. На картинке я изобразила девочку, а рядом с ней стол с пасхальными сладостями». В центре зала расположилась коллективная работа художественного лицея «Клуб ЮНЕСКО». Два месяца ребята вместе с педагогом делали ее из соленого теста. Называется картина «Светлый праздник». «Детей очень много занимается. Только вот у меня в кружках 90 ребятишек. И если каждый сделает по одной работе, это 90 работ. То есть практически нереально их выставить. Решили сделать коллективное панно, чтобы каждый ребенок, который приходит на занятия, внес свою лепту в создании этой работы». Также ребята представили свои индивидуальные работы. К примеру, шестилетняя Ева сделала натюрморт из газетных листов. Рисовать девочка полюбила, как только взяла в руки цветные карандаши. В художественном лицее занимается около года. «Я сделала коллаж. На нем нарисованы пасхальные яйца. Я его готовила три занятия». Всего на конкурсе «Юные мастера» представили больше 300 работ. Для финальной выставки выбрали 175. Это картины, аппликации, поделки из бисера, папье-маше, посвященные православному празднику. Пасха – это праздник победы добра над злом. И вне зависимости от вероисповедания и от конфессии, каждый человек в это время должен испытывать радость. Что здесь мы с вами и наблюдаем, дети в виде рисунка показывают свое внутреннее состояние и внутреннюю радость. Участников выставки наградили дипломами, сладкими призами, книгами об известных художниках. Айгири Мукашева, Желдозбек Ермуканов, Новости МТРК. Весна богата на победы. В конце марта воспитанницы школы Жаздарын ездили на творческие фестивали Рауан и Планета искусств. Они проходили в Алматы и собрали сотни одаренных танцоров из Казахстана, Кыргызстана и России. Чего удалось добиться нашим звездочкам, узнаете прямо сейчас. Гибкости пластика. Чтобы добиться этого, девчонки часами стоят у станка и оттачивают движение. Репетиции изнурительные по несколько раз в неделю. На тренировках самое главное, чтобы мы выдавали себя на 100%, чтобы хореограф увидел, куда нас ставит на первую или вторую линию. На танцах заниматься сложно, но в то же время и красиво. Самое сложное, это, скорее всего, запоминание танцев. Но работа над собой ключ к успеху, понимают юные звезды. В конце марта они стали участницами сразу двух творческих фестивалей в Алматы. Покорять южную столицу отправились большой дружной командой. Подготовили целый концерт, восемь номеров. Разучивались с сентября. Это уральские мотивы. Оригинальные постановки не видели ни судьи, ни другие танцоры. А их там собрались сотни. Девочки сначала выходят в нарядных сарафанах в пол, а потом они быстро превращаются в короткие и удобные для задорной прессовой. С этим танцем девочки выступали еще и на гала-концерте, что очень почетно. К слову, и урожай из дипломов и медалей наши артистки собрали совсем не скромный. Гран-при, золото и два серебра. Были очень счастливы. Мы, по-моему, кричали громче всех на сцене. Хочется еще дальше продвигаться, заниматься, чтобы получать еще больше призовых мест. Получить призы своим старшим подругам помогли и эти звездочки. Они хоть и младше, многим нет и десяти, но не менее талантливы. В Алматы они тоже ярко блеснули, несмотря на боязнь первой встречи с большой сценой. Толпа народа. И я так снялась. У меня было волнение, и я преодолела его. Девочки не просто танцуют, они живут на сцене. А это главное, чему может научить хореограф, говорит их художественный руководитель Юлия Демешко. Практически все, вы даже видели, улыбаются. Они стараются выразить это жестами, лицом, мимикой, то, о чем они танцуют. Главное, чтобы не было сухого исполнения движения. В танце есть смысл, и его надо передать. Впереди у них много побед, уверена Юлия. В мае хотят попытать судьбу в международном конкурсе памяти Валерия Хренова. А в следующем году держат курс на Россию. О наших талантах должны знать во всем мире. Александра Солмина, Михаил Казначеев, новости МТРК. И в завершении выпуска о спорте. Четвертое поражение подряд. Петропавловский футбольный клуб Козылжар СК проиграл на выезде к арагандинскому шахтеру. Первый мяч в ворота нашей команды противники забили спустя 4 минуты после старта. На девятой шахтер удвоил отрыв. Из наших футболистов отличился Братислав Пунашевац. В конце второго тайма он отыграл один мяч, но это не помогло. Итоговый счет встречи 2-1. Следующий матч Козылжар проведет дома в эту субботу против Талдыкурганского ЖИТСУ. На этом у меня все. Всего доброго и до скорой встречи в эфире. Прогноз погоды на вторник, 10 апреля. Пасмурно, снег с дождем, ветер северо-западный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1, днем плюс 2. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!